Привет зритель, сейчас я поставлю запекаться мясо, которое я мариновала уже практически 2 суток, наверное 2 суток уже есть. Говядина, мякоть, говядина, которая стоит у нас 700 с чем-то за кг, мне она обошлась почти килограмм за 620 с чем-то вроде как, по чеку точно помню. Короче, там был соевый соус, темное пиво, на которое я делала отзыв на рекоменд, и еще бальзамический уксус. Возможно тут немножко в кадре сейчас в сативе будет, в смысле этот планшетик, недолго. Я говядину крайне редко покупаю. Я вообще говядину как-то не очень ем, последние лет 10, если не вовсе. Ну сама не покупаю фарш, если только свиной, говяжий фарш. В гостях, если вдруг угостят какой-нибудь капресткой, она была внезапно частично из коровы. Вот лосятину я люблю, а говядину как-то я ее даже чувствую. Поэтому, ну в смысле, если меня угостили мясом, то я ощущаю и понимаю, что это говядина. А раньше у меня такое было как по-сидине. Сейчас мы это проткнем. Сейчас я ее беру в духовку на час. Я не помню, 220, обычно у меня ли 200 градусов, пусть будет 210. Вверх плюс низ плюс колвер. Можно сейчас или потайпить, или даже полежать. А потом я с тобой ее поем, зритель. Вот мое мясико приготовилось. Даже слегка уже, ну не горячее, подостыло. Я его тут порезала на кусочки. И у меня к мясику только оливки. Кстати, моя цена с нормальным составом, ну там это глюканат железа, который в принципе во всех более-менее оливка, которая до этого покупала. Еще до того, как случилась эта моя цена, это мы дадим кошку, потому что она уже получила кусочек, но она вон там вот страдала тут. Чтоб она не прыгала на стол, пусть она лучше на полу пожрет. Отделим свой кусочек. У меня сойдет по чайнику, я правда ничего не заболела еще. Там был вопрос, после моего вопроса, тематика хавчика, что меня вдохновляет, а что наоборот не вдохновляет. Ну, если у меня достояние какое-нибудь такое, типа как я предыдущий мунбан записывала, вспомнила негативные моменты в жизни, либо посмотрела что-нибудь такое, где вот прям главного героя в цех наберет. Мне попалась какая-нибудь женщина, безминус моего возраста, которая выглядит, ну, немножко постарше, чем я, допустим. И извиняется за то, что она поздно родила ребенка. У меня потом случается вдохновение, деревенский мунбан, по-моему, на тему поздно рожающей. Люди, женщины, которые, допустим, в 38 родили, и отислют для сих пор в городах России, в местечках, в местечковых местах России, таких обсуждали, типа. Хотя когда я была в приемах, там, на празднике одна женщина сказала, что там в эту семью родила, ее на тот момент тоже называли второродящей. Ну, в общем, меня вдохновляют вот подобные моменты. Есть некоторые люди, которые говорят, ну, я же сподвиг тебя там 100 лет назад на какую-то идею. Я должен тебя тоже вдохновлять. Вдохновись. И вот меня это не вдохновляет. Допустим, если относительно Ютуба, я снимаю какое-нибудь видео по собственному желанию, либо чей-то запрос. И в комментах, помимо, ну, ладно там, если не по тематике видео, просто какой-то запрос или вопрос, но извлекаем немножко такого содержания, типа, да блин, да лучше бы там АСМР. Ну, я тут, кстати, есть пакет с пакетами. Прям на новый АСМР с пакетами. И да ну опять эта фигня, лучше бы другое. Да я вот там жду 100-500 лет какой-то обзор, а ты такая, в общем, что никак не запишешь. В форме какого-нибудь требования или наезда вот это меня вдохновение уходит. При этом я, может быть, на данный момент, когда смонтировала один ролик, выложила и читаю рекоменты до того, как еще прочитала камент высширенного формата, думала записать тот обзор, запрос, который меня кто-то давно просил и ждет. А когда я читаю подобный камер, у меня вот прям такое отторжение, сразу перехочивается писать то, что от меня, допустим, ждали. И я даже, может быть, уже все подготовила для запяти. Я ловлю вдохновение от аниме. Я смотрела «Школьные войны», ну, в русской вариации, я не знаю, как оно в другом бить, ну, в японском или в английском. По-моему, первый сезон там что-то дофига сезонов. Там одна девочка ходила в утяжелителях на руках и на ногах. Ну, а как это аниме, и я подоживаю, что... Ну, мне кажется, что не каждая женщина по 20 кг на руки, на ноги, на себя сможет осилить, не будучи при этом каким-нибудь там тюнингованным качком. Ты съела мясо-то? Сейчас отрежу. Внезапно говядина-то очень даже ничего. Смотри, мясо. Вари туда. Туда иди. Вон там мясо клое. Вот что за глупое окошко. Так вот, я вдохновилась утяжелителями. Долго о них думала. Мой друг тогда мне предложил купить себе гирю на 8 гг. делать гимахи сегодня. Я тоже делала гимахи. Я тогда его допрашивала на счет утяжелителей. Я так поняла, что они на тот момент были не очень популярны среди тех, кто дома занимается спортом. Даже с гимнастикой элементарной. Популярнее были танцели. На танцели мне неудобны. Потому что утяжелитель надел на руки, на ноги. Можно там ходить по квартире, что-то делать. На конце еще надо держать. Рука уже, соответственно, занята. Меня восстановляет аниме. Я давно не рисовала людей портреты. Так, чтобы и портрет, и потом можно было что-то на слое этого портрета сделать. А тут случился случилось так, что я года три все подглядывала на пару-тройку групп в контакте, посвященных Али Комменду, где я с прошлого года снова пришел. Но я стала там периодически часто сидеть. Вообще, в последнее время в контакте, если я сижу, захожу туда именно, в эти две с половиной группы. И там случился человек с очень красивой мордой лицем. И он вдохновил меня порисовать его. И во всем очень такой вдохновляющий. Так что, я так думаю, меня красивые люди вдохновляют. Потому что Никитус тоже красивый чувак по морде лица. Если пришел не ломался в своем я стесняюсь и скидывал нормальные фотки, тогда, когда я прошу тому, что хочется порисовать морду лица. Было больше идеально. А не тогда, когда мне ничего не охота делать. Иногда меня вдохновляет очень странное. В общем, негативно направленные на меня мысли слова и действия они отторжение как-то дают. Или наоборот, когда я вот тут собиралась в одно место, но не четко именно в определенный день. И тут же именно в этот день, который я собиралась, понадобилась я в другом месте. А мне не принципиально в этот день, но мне отторжение, что как только я куда-то собираюсь, так сразу я нужна в другом месте. Я понимаю, что сейчас я вас поняла, что это сначала мысля пришла, ее озвучили, а потом подумали. Но с моей-то колокольни, когда меня глазами рассылка к предыдущему видео бабуся мое самомнение пропускала ниже принтуса, как тоже Никитов на самом деле сказал, вся самомнение выглядывает из-под плинтуса. Я так удивилась, а правда что ли? Никогда об этом не думала. Ну да, самооценка пробивала самое дно. Причем я при этом не иныла, что ой, я такая бедная, несчастная. Я даже как-то не подозревала, что так и есть. или надо ныть. Надо не ныть, но просто это отражалось в том, что я мне было очень неудобно отказывать людям в том, чем я не хочу заниматься. начало я, допустим, а потом чужие дела. Не, сейчас я уже так как бы делаю. Кошка, хоть какая-то жилочка. На. Какая-то фоль в начале до самого видео было это мясо. Но вообще это был такой длинный кусочек, я его располовинила, половину морозилку сунула, половину еще располовинила. И вот на два кусочка тут было. Но мне 2 суток мариновалось в темном пиве немецкого производства за 48 рублей вообще 47,99. Майонитя купленная по спике. Я впервые за 7 лет пила темное пиво в кафе в который мы с подругой ходили отмечать ее Дерена, которая не попала в силу помирания в очередной раз. Там был очень крутой темное пиво густое, плотное такое, шикарное. Я фоточку по-моему в Инсту в Тереку кидала. Я думала, что реально какой-то там польский чешский хрен над какой оказалась по образу и подобию в России сделаны и плед очень качественный. Ну, я подумала, что может мне какое-нибудь пиво темное купить в магазине, в магните. Но видела темное пиво. я же пью очень медленно и морюсенькими глоточками любой какой. В итоге не там, не там. Пришла домой, брала в холодильник, через три дня решила отхить, подставить. Налила. Пена такая красивая, не белая. За три минуты ушла погулять. По свету он такой, будто кофе разболеженная водой. Я отзыв ему на реке оставила. Глотаю, я понимаю, что там вот горе чувствуется, как у обычного дешевого какого же пива. Светлого. А я светло не люблю. Ни вкуса а-ля соевый соус, ни жженого сахара, ни плотности, ничего нету. Ну, я думаю, что с этим пивом делать? Давать ему 125 шанс? Я целый час пила там, где-то, голоков 10. Я подумала, на нем же можно мясо зафигачить. В общем, тут пиво, пол-литра. Без 10 глотков. Соль соус китайский, но не омой, какой-то другой. И бальзамический уксус. И все. И вот оно у меня было в форме для выпечки. Но так как я забыла, куда одела крышку вот этой формы, или более-менее подгорячую, я сюда эту форму в пакетик завязала и холодильник на 2 суток. мне тут колесо у велика, точнее камера приказала долго жить, отслужив 5 с лишним лет. Без прокола, без всего. Не знаю, что ли ей кто-то помог? Что ли она сама решила помереть? я вот тут временно без велика. Доказала. Камера придет она через неделю. Есть у нас какой-то супер-сервис, где у меня близкие родственники в прошлом, в прошлом годах. Без данной осенью прошлого года. И стали те же проблемы. И не сказать, что там у меня какой-то супер-велик 7 скоростей женский. Там и позвольнее велигут. Мне сказали, что тут, кстати, мясика с Жейком, с Жилочкой, котички, что там, ну, где-то осенью делали там за 150 рублей, короче, заклеивали. Я думаю, ну, может, осенью было за 150, может, сейчас уже 300. Я поехала очень езово пообщалась с товарищами. Но мне отказали. Ну, так вот. Я знаю, что у нас еще какой-то сервис есть. Ну, из Солом. Но там тоже мне отказали сказать, что они вообще великами занимаются. В итоге, я временно хожу пешим. А так как меня вчера поперлась погулять, но не осилила и поперлась в итоге на площадку, где года полтора не была в роли позаниматься, я уперлась на свой любимый тренажер лодочка. А если я его кинула, вон там где-то мясо. Поднюхай, может там где-то увидишь, может вон там мясо. Не знаю, куда оно упало. Да. Если ты не хочешь найти по запаху то мясо. Ну и у меня перед этим что-то с ночь без сна было, потому что воет в ночи собака. Как будто режет ее заливаться. А я сосиски поджариваю с майонезиком, чтобы отхавать, или отвариваю, я не помню. у меня там фраза из песни, касты, хрен за такого века. Так вот, вот, ночи собака над прямо над изголовьем кровати. Ощущение, что эту собаку засунули в шкаф и заперли. При этом люди как бы дома, хозяева ее. И собака вот. Ну я не спала. Уснула там на пару часов от силы. Как, даже час, минут 45 спишь, названивает какой-нибудь спамер. А уже тихий режим на телефоне ушел. Еще минут твой опять спишь. Опять какой-то спамер названивает. В итоге думаю, что смысл? Еще мой приятель выйдет. Я поняла, что уже спать бесполезно. В результате, видимо, организм не словив сна нормального. Ну он мне как бы долбил судорогой ощущением, что вот еще чуть-чуть и судорога. И колючий коррик меня не спасал. Мне вообще мне еще вчера весь день похерово было. Плохо. И я сегодня, вчера, сегодня вообще вечером, вчера вечером сегодня поняла. Ну еще сегодня у меня тоже было что-то бессудница вообще жуткая. Что если весь день хреново? там вообще вот хреново первые полчаса. Треба тупо полежать. А не пытаться пересилить это хреново, зажигая румопалку, а пытаясь что-то делать. Ну, короче, я решила выползти на улицу. А еще я хотела заехать до заказа, понимаешь, что у меня колесо кататься. Ку-ку. Ну, я вчера заказала камеру. Ну, думаю, сейчас дойду до парка, на качельках покачаю. Зашла сначала до магазина. Купила себе авокалика. Вот это, вот эти авокалики, хас, они лучше, чем зелененькие. Вот зелененькие, я уже третий покупаю. Он вроде мягкий, все такое, разрезаешь, либо он вообще не дозрелый. Либо он не дозрелый, какой-то пророс. Я думаю, блин, вообще, что за нахер. А этот все нормально с ним. Ну, я в салатике что-то с ними делаю. Ну, и льда хлопаю. Купила авокалика, что-то еще. Думаю, сейчас тогда это, пойду до парка. Понимаю, что до парка не дойду. Думаю, ладно, я круг по что-то сделаю, там, между двух домов. Покажу к этой площадке, думаю, надо позаниматься, что-то я пришла, что-то давно хотела. Посидела на этой лодочке, ну, позанималась. Чувствую, что у меня ногу правую. А это плохо, когда правую. Нормальная, как до левую. Ну, конечно, это плохо, как до левую. Что правую ногу от колена голень, долбит голень. Так вот, что вот прям сейчас еще чуть-чуть и судорога, думаю, ну, нахер. Встала, значит, думаю, сейчас пойду домой. Облокатившись на другой тренажер. Вдруг понимаешь, что я уже не пойду домой. Меня как долбанет болью от, пардон, от жопы до стопы. Какой-то полусудорогой. Хорошо у меня с собой была магнилия. Я ее, потому что за бутылкой с водой, минералкой, лезьте далеко. Она где-то в глубине сумочки. Я эту ампулу в честном виде высосала в газы. Несуспектно, горькая. Сейчас, тренажер, да уж. На, попрошай-ка. На, на. Ну, значит, это, деряпнула, водой запила, но суть в том, что у меня, значит, это балистрика. Я сегодня пешкодралом пошла на зону вайбре забирать заказы. Расстояние, которое, в принципе, можно за полчаса пройти. Средним шагом я шла сейчас. Медленно, печально, ну, не печально, но медленно. Медленно, мелкими шагами, очень медленно. Я что там, ноги болели в итоге, уже в солнечном, на обратном пути. Понимаю, что поеду на октубусе, после войны с ноги гудят, вообще жуть. Я вот с этим запекала, ну, достав из этого маринада просто посидит. Это если вдруг вы смотрели начало, но уже забыли. Ну, я сейчас понимаю, что некоторые кусочки суховатые. когда я туда фигачила из маринада их пакет, они прям мягкие были ракея. Я еще сиду такая полудохлая, блин, может, это, завтра запечь это мясо. Пошла в интернете смотреть, сидя, сколько можно выриновать мясо, прежде чем оно откинется. А потом, понимаю, что все равно же на ужин я хотеть буду есть. И поставила запекаться. Правда, оно еще минут 40, наверное, уже просто после духовки было. Ну, я еще думаю, всем мясо пожрать. У меня же ничего такого нету, все. Авлокадо, наверное, лишнее воду. Я вспомнила, что у меня баночка оливок есть. Мм, маслина. Слушайте, так вкусно, мясо с маслинами. Еще что вдохновляет. Идешь так по улице, там какая-нибудь кошечка с другой кошечкой что-нибудь делают. Знакомятся, собачатся, просто сидят. И тут же хватаешь телефон и заснять, либо запускать. Видимо, вдохновляют кошечки. Какие-то положительные моменты, я думаю, меня заснавляют. Несмотря настроения, когда кто-нибудь попадается с низкой самооценкой, потому что в таком возрасте все остальные друзья уже давно мало, если не бабушки. или еще что-то такое. Какая-то проблема людей, которая для них проблема. Они от этого переживают. Для меня это нифига не проблема. И вряд ли проблемой будет. Что-то жилка. Да? Но, так как это как бы еще при этом не только у одного села случается проблема. Тоже что-то неживещееся. то оно мне может вдохновить на какой-нибудь хавчик. С поговорением. Либо заказала что-то, забыла уже, оно идет и даже уже не помнишь, что заказала. Либо же как кто-нибудь там что-нибудь мне подарил, оно все так красиво упаковано. А как это подарит, кто-нибудь знаешь, что там. И можно написать это с вами. не говоря. При этом обе меня не помнишь, а я тут оказала вау, это да. Я поняла, что намного прикольнее практически без голоса делать тихим шепотом плюс-минус иногда просто тихо эту распаковку. И мне нормально, и вам хорошо. Ну, кто это любит. Я все очень сильно устал мозгами. Но при этом жироты практически нету готовой. Но если тут еще можно ее приготовить, то вдохновляется. Это дает толчок, что-то приготовит. На! Еще какая-то жука. особенно если случайно пришла в голову какая-то идея, пошел на озон, увидел девайс, который давно хотел тестомес. Я на него ночью отдых накатала. Обзор попозже освояю. Ну, скорее. Его заказываешь, а потом можно и одно тесто захвигачить, и другое завтра хлеб собираюсь делать. или масло проешь. Ой, я тут купила, может, недели три назад эти семена аэсторопши. Может, где-то видела, что масло продают. Аэсторопши думала, можно купить семена и сделать масло. Пока руки что-то не доходят. Вдохновляет, на него вдохновляет, манго. Вдохновляют красивые люди. Главное, чтобы не просто красивые, при этом и хорошо ко мне относящиеся, сядя. Или невероятно положительно. Ну, что, бывает, красивый человек? Рот раскрывает, лучше бы не раскрывал. Красивым туже перестает быть. животные животные вдохновляют, хорошую погоду вдохновляют. Прокатиться на велике вдохновляет, когда он в порядке. Здесь какой-то жестковатый кусочек. жилка какая-то. Какой-то сегодня припортило еды. Я подозреваю, что она где-то, если не одну треть, то одну четверть точно от этого мяса поняла сегодня. Ой. Как-то я подумала, я вообще на пусто нажимала. А, Слава сейчас там нажимала. А то у меня было как-то, я думала, что я нажала. Причем это на каждой камере, видимо, бывает. А оно раз и не нажало. Нажало не на то или нажало мимо. Блин, я, видимо, хотела маслина. 17 минут 10-го. Поздно пить по джоме. Почки отвалились. Пока я тут чаю попью, то все, могли до 10-ти вроде. Мне надо вообще баночку маслина купить. Ну, что, я сейчас думала, это все склеить. Блин, я не настолько есть хотела. как думала. Но вот этот вкус маслинок, правда, водичка немножко все-таки не так, как маслинка. Прям мне явно не хватало банки маслинок сажать. Наверное, даже две. Но была только одна. маслинка. Опять жилка. Что хочу сказать. Говядина, красное мясо. Я вообще поняла, что мне нравится красное мясо. Сыно, либо, видимо, еще и говядина. Которая без кости мякоть. Вполне себя нормальная, если ее отмочить в каком-нибудь маринаде. Причем не чувствуется, ну, чуть-чуть отдаленно чувствуется. Вот на этих, снаружи, которая вот это на мясе. С телочки мяса. Чуть-чуть отдаленно чувствуется этот самый бодзамический уксус. Еще более чуть-чуть соевый соус. И немножко это недопило. Как-то так интересно. Ну, кусочек у нас будут кошки. наверное, проблюсь и свою себе какую-нибудь чай. Я тут уже окупилась, в смысле, занавесилась. Я что-то долго думала, думаю, что заварить, а у меня же этот, зеленый чай с молоком в чашке был забодяжен. Ну, как зеленый чай. Парашная бледная мотя. Она даже еще более бледная, чем на упаковке. Я уже, не знаю, она какая-то такая вот. Взяли зеленый цвет, зафигачили туда белил. И вот одна десятая зеленая, девять десятых белил. И молоком я тут, я тут что-то на него подсела. Периодически покупаю. Эго молоко топленое 3,2. 20 селегудности 900 грамм. Мне дозвонилась для человека с козлиным молоком. Позвоню завтра утром. Это вообще вафельки Яшкина. Не были в упаковке 200 грамм. 54 рубля. В магазине мясной ряд. Но я тут думала их взять с собой в одно место и присыпала. А в итоге, как раз я туда пока еще не еду, к чаю можно будет потом что-нибудь другое купить. А у меня к чаю что-то ничего такого пунктного нет. Ну и есть эфир, но мне неохота. Вот. Я подумала, что можно хомячить вафельку. Молковка, ты сидишь с жопой, точнее, своими двумя ногами на моей вот этой руке. Ты, между прочим, не пушинка. А еще такой момент не знаю связанным вдохновением, конечно, в лете. Но случилась у меня сегодня какая-то проблема. Я все-таки глазки на мокром месте, платочек соплиный, грусть, печаль. Мне до 2 человека поддержали, сказали, типа, Лёля, ты хороший человек. Мне так хорошо сразу стало. А потом, когда меня попустило, я обычно такие посты редактирую либо ударяю. И мне вообще неудобно, что я, допустим, если раньше другу поговорила вот там, жалобы на жизнь. Или еще какому-нибудь другу-подруге. А потом у меня все хорошо. И мне неудобно становится, что у меня было все нехорошо, потому что обычно у меня 90% из 100% все хорошо. Еще более стрёмно становится, когда человеку хватает мозга припомянуть мне, что у меня было хреновое настроение, потому что у меня тоже иногда бывают какие-нибудь, допустим, проблемы. Но, ладно, если просто припоминают. Ну, в смысле вспоминают, ну, я же типа тоже. А если припоминают, чтобы манипульнуть или словесно приопустить, мне прям начинают хотеться не общаться с таким человеком. Или наоборот припоминают, это было маленькое знакомое в жизни. Лет на 20 меня старше. И она это ха-ха-ха. Выдавала как вот, ну, насмешку какую-то. Типа, ну, можно какую-то проблему свою из прошлого вспомнить с юмором. А можно вспомнить с таким юмором, что, ну, высмеивала, короче. Мне приятно было. Вот именно такой момент, что мне неудобно перед людьми за то, что я вся такая веселая, иногда мне бывает грустно. Надо выпереть сообщение или постик на эту тему. у каждого свои тараканы. Так вот, этот чай можно пить только с молоком. Редкостная параша, мне кажется, я его вообще где-то почти год назад покупала. АМТ тайм фирма АИМ чай. Нефритовый напиток. У меня вот такое ощущение, что вот эти люди, которые там изумрудный напиток, нефритовый напиток, когда они пишут это, у них дартонизм. Или еще какое-то нераспознавание цветов. Вот они зеленый цвет, они его не видят. Они дают какую-нибудь фигню, допустим, серого цвета. Говорят, это изумрудный. Ну, что вы пили, курили. Может, у вас линзы какие-то, вот у меня, они фотохромные, немножко там какой-то оттенок дают на солнце. Но все равно, вот я смотрю, оно, ну, более в желтизну, допустим, вот эта скотируха, она белая в этом месте. А в них она чуть-чуть желтизну, хотя может, у меня еще лампочка с потолка, потому что я не стала геморриться со светом, они у меня только потолочные. Я так понимаю, что я хлопала одну вапельку и мне больше не леет, да? Удивительно прям. На самом деле у меня тут есть еще самопальная арахисовая паста. Можно ее. Я тут специально покупала арахис, наоборот, что-то арахис вообще подорожал. Я вон полтора его не покупала, по большей части не потому, что там, допустим, ну, по большей части не хотелось. Это ирахисовая паста, у меня там немножко еще арахиса была. Я хочу еще попробовать сделать немножко арахисового масла, маслопрессе. Найкут. Это жареный арахис, а че еще, Найкут? Да не сто. И что-то арахис? Блин, как все тянуло-то. Ну, да вот он. Это урбеч из арахиса из белой микси. Я помню, раньше покупала чуть меньше 200, ну, максимум за 200 этот килограмм арахиса, а сейчас смотрю, с 300 с чем-то. Спасибо, у меня на золки, какие-то баллы были, а у меня за 200 с чем-то обошелся. Но я одно время его не покупала, нисколько потому, не потому, что не хотелось, а арахисовой пасты. И дома вроде немного арахиса есть. А потому что глянешь, он что-то стоит как-то без земли, я думаю, да ну да, что-нибудь другое. А тут прям без пищи. Может, связано с какими-то поставками, почему рука арахис таким дорогущим стол? По цене, блин, как какой-нибудь чернослив. А я же забыла, я же обычно позанимаюсь на каком-нибудь тренажере на улице. И у меня только на второй день все начинает болеть. Или к вечеру первого дня. Потому что думаю, что же у меня руки, как будто я что-то тяжелое тягала. Или типа того. Побаливает. миндаль есть, который вот только с чаем выпить или на муку куда бы привезти. Или там на какие-нибудь этот... Может, тоже даже. Ну, измельчить просто и с чем-то смешать конфеты свои. Я помню, как я эти конфеты все делала, какие-то из сухофруктов и прочего. А тут что-то даже не тянет, хотя покупаю иногда всякую хренотень, лучше бы сделала конфеты такие. У меня даже еще есть немножко наших лесных орешков. Но я думаю, что это их чистить, ну, колоть, короче, и в маслопрессор-то. Я лучше как-нибудь разорюсь отдельно, куплю уже очищенное на масло, пустить полкило. А эти буду колоть и в еду, либо так, с чаем, либо... Там, может, как-то пикетик и дочит. Потому что, мне кажется, там одна треть, допустим, орех, две трети из этого скропа. Легче так, чем масло проскидать. Я, наверное, мне-то-то не ответила на вопрос, что меня вдохновляет, а что нет. Ну, я сама иногда не знаю, чем меня вдохновляет. Ну, в смысле, вот так сидишь, так, и что-то в голову дало. Вдохновилась. Опять же увидела морду красивую, и лица. Сначала думала, что-то баба оказалась, мужик. И вполне себе такой даже интересный. Не только по красивой морде лица. И его хочется нарисовать. И он даже не против, что его хотят нарисовать. Ну, в смысле, рисует. Я потом его еще как-нибудь порисую. Так, спасибо тебе, зритель, за просмотр. Если хочешь поддержать канал, где-то будет облако, я тебе скажу типа там спасибо. Я сейчас смотрю на свою камеру, мне кажется, она немножко криво стоит на штативе. Я его что-то туды-сюды шарахла. Ну, так-то она прямо, но я его немножко поднимала, эту головку. У меня такое ощущение, что я ее как-то немножко сдвинула. Так вот, я надеюсь, ты пожрал. Если не очень такой четкий кадр был или свет, ну, гамена сай, правцы, пожалуйста. Мне было лень реально гемориться со светом. Потом я хотела не световую панель поставить, а кольцевую лампу. Что-то в своей классе вспомнила про эту кольцевую лампу только уже потом. Так что вот, как бы это, пока. А, да, можешь поделиться сам со мной в каменах, что тебя вдохновляет, а что не вдохновляет. Теперь точно, пока. Пока.